Смотрите, вот еще один комплект колодок. Вот проводочки на них. Идея в следующем, взять эти колонки и поставить вот здесь спереди, видите, у меня там есть отверстие под колонку, вот так вот ее поставить, сейчас буду вымерять более детально, вот и точно так же вот туда врезать. Колонку, как здесь, мне кажется, она туда войдет и будет, мне кажется, звук просто шикарный. Так, воюю с интересным фактором, пытаюсь запустить, видите, от моего телевидения, пытаюсь запустить картинку сюда на чарплотер, вот, то есть дублировать сюда экран. Дублировать сюда экран этого телевизора. Но пока не очень получается, мне получается, чтобы здесь его видеть, надо выходить из режима 4К. Ну, в принципе, может быть и такой вариант рассмотреть выхода. Там, в принципе, тумблер щелкаешь и все. И он выходит из режима 4К. Это сделано для того, чтобы можно было на длинных перегонах включить, например, фильм сюда, на чарплотер, пользуясь вот тем нижним чарплотером. На верхнем смотреть фильм. Тут, конечно, картинка из разряда советских телевизоров, потому что она идет по обычному, как Сиалу. Ну, в любом случае, это как вариант. Установил я сенсора, кстати, вчера. И, вы знаете, очень точно показывают. Вот, смотрите. Сейчас я тут радар выключу. Так, передача с радара выключить. Во-первых, теперь у меня, видите, даже вот communication error, потому что моторы выключены, зажигание. А баки показывают. И вот, что мы имеем. 128, 135 галлонов. К примеру, вот в этом баке было 104, когда я поставил сенсор. После этого я залил туда 24 галлона. Как видите, довольно высока точность измерения. Total у меня уже заправлено 260 галлонов, почти полные баки. Осталось буквально пару канистр сюда и 4 канистр сюда. 6 канистр, и я буду иметь полные баки. Так что, скоро я добью это. Вот, то есть, чёрт-плоттер, видите, можно вот так вот запустить на полный экран. А можно, например, запустить вот в таком режиме. То есть, вот здесь телевизор будете видеть, карту, радар. Сейчас запустим радар, чтобы он начал показывать. Видите, я могу запускать отсюда, а картинка сюда пойдёт. Вот, говорят, опасность, Toy4U, очень опасно сближён. Вот, смотрите, сейчас на полный радар выведу. Вот, видите, danger, опасность. Но это он просто меня же видит. Вот, сейчас Crystal идёт. Sandy идёт. Ну, их можно, знаете, где увидеть. Сейчас покажу вам. Надо либо отдалить здесь радар, они будут видны тогда. Вон они, вон они идут, видите. Те сюда. А меня он видит просто... Я тут всё в настройках играюсь, и опять снёс MMCI свой в чарплоттере. Поэтому он меня видит как опасность. Потому что скорость у меня ноль. Видите, очень близко нахожусь. Вот он. Считает, что я вот здесь прямо и нахожусь. Вот данные, кстати, по моему судну. Длина, ширина, дистанция, всё это. Он говорит, что 19 фитов меня за моего. Смешно, конечно. Ну, аккуратность высокая, 10 метров. Speed нулевая, скорость нулевая. Так что вот. Я очень доволен, как вышло с сенсорами. Я считаю, что я их поборол окончательно. Вчера я их посадил оба на герметик, ещё на всякий пожарный. Хоть там и прокладки новые, всё. Но я обильно посадил на герметик. И теперь, когда они высохнут, то он будет очень хорошо. Опять какую-то чухню нанесло тут пыльцу какую-то. Вот в этом недостаток в торце марины стоять. Вечно всякую билиберду приносит. Но зато какая здесь тихая вода. Вот смотрите, вот там, видите, уже чуть-чуть, но рябь идёт. А здесь вообще как зеркало. Как видите, приближается весна. И скоро мы с вами будем бывать здесь чаще. Будем делать хантер. Вот, кстати, сосед тоже готовит хантер. Для путешествия на Багамы. Так что, не я один тут занимаюсь подготовкой всяких транспортных средств. Кстати, помните, я вам говорил, что бумажку надо будет отклеить? Смотрите, она сама практически отклеилась. Но мы подождём, когда она до конца сама вообще отвалится. Вот здесь маленькие пятнышко осталось. Ну, это надо намочить его, оно отвалится. Это я понимаю. Здесь, конечно, тоже мыть всё надо. Вот эти закрывать окончательно. Я сюда не буду колонки ставить. Надо... Ну, это не сейчас. Это я замерю вот так диаметр. И пластиковые заглушки сюда поставлю. Здесь стояли железные, они мне не нравились. И вот туда наверх тоже надо будет пластиковую заглушку поставить. Вот где камера у меня висит. Так что вот. Провожу тут эксперименты. Вот этот адаптер. Но я сейчас попробую другой адаптер найти. Видите, это дешёвый такой двухкопеечный адаптер. Проблема в том, что он не поддерживает 4К разрешения. То есть, если я вот сейчас выйду отсюда. В основное меню. И посмотрим. Вот, смотрите. Настройки устройства. Экран, звук. Видите, разрешение 1080. А дело в том, что у меня 4К еще из поддержки HDR. Вот он распределитель, который с одного порта делает 4 порта HDMI. И вот здесь вот он стандарт или TV. Вот если я на TV переключу, то он сейчас переключится в 4К режим. Ждём. Вот, видите, теперь смотрите. 4К, 60 Гц, HDR 10. То есть, вот это вот более правильно для моих телевизоров. Вот этих, которых висят внутри. Они, во-первых, будут картинка намного лучше. Подтормаживает интернет, конечно. В аккаунт не зашёл. Да-да-да, зайди. О, зашёл. То есть, картинка, конечно, вот так намного лучше. Сочнее, красивее. Не то, что оно было в другом режиме. Но я ещё поищу. Может быть, и найду, который из 4К делает обычное видео. Потому что я бы хотел в 4К использовать. Но на крайний случай, я вот эту планирую закрепить вот здесь вот. Вот так. И можно будет просто подлазить и переключать её, когда надо. Так, вот эта мне больше здесь не нужна. Я раньше через вот эту раздавал. На 2-4К. У неё, конечно, прикольно. Вон, дырочки даже для болтов есть, чтобы повесить. Но у неё всего два выхода. А мне из-за того, что вот эту коробочку надо зацепить, мне нужны 3 выхода. Сейчас подключим тут обратно. Это я просто временно так подключал для тестов. Входа переключить на второй вход. Вот со второго теперь берёт входа. Тут одна и та же картинка, конечно же. Вот такая вот штука получилась. Она питается от 5 Вольт. И это от 5 Вольт. Я сейчас закажу в ближайшие дни этот переходник. С 12 на 5 Вольт блок питания специальный. Временно мы сейчас отключим здесь. Вот я закрываю такими колпачками HDMI, чтобы не пачкались разъёмы. Сейчас пока перейдём на старый, потому что он уже подключён нормально. И как бы не надо заморачиваться. Но сама идея отображения на черплотере мне очень понравилась. Вот он. Я думаю, его вот так закрепить. Смотрите. Вот так. И тогда я смогу вот здесь просто переключать. Давать мне туда картинку или сюда 4К. Наверное, вот так и закончится этим. Вот он. Смотрите, как хорошо тут. Видите, у него ножки какие же он даже прилипает. Но его надо будет закрепить, конечно. Видите, так не будет держаться. И сюда аж дымаечек-чик-чик. Все воткнутся. И будет красота. Но это мы пока отложим на попозже. Вот он через этот адаптер сейчас заработал. Так, всё. Можно это всё сворачивать, убирать. Эксперимент удался. Назовём это так. То есть мне теперь нужен длинный кабель. И поизучать может какой-то адаптер получше, который из 4К сможет транслировать. Так, ну всё. На сегодня сворачиваюсь. Ехать мне пора в Канаду. Значит, что я за этот приезд сделал? Поставил два сенсора, откалибровал их. И откалибровал очень хорошо, доволен. Потом разобрался с видеовходом Семрада. Ну и по мелочи внутри поковырялся. А, разобрал. Опять разобрал душ. Потому что стал подключать кондиционер вперёд. Оказалось, что шланг пробит. Ну, пришлось всё это переделывать. Зачехлена. Тент надо новый, конечно, заказывать. Этот паршивый уже. И тут, видите, что с тузиком встал. Весь в дырках. Попротирался. Ну, наверное, новый придётся заказывать. Ну, я доволен был этим тентом. Поэтому... Ну, вообще, надо как-то по-другому приспособиться вязать. Георгий武之後... Ну, это looking. Ну, как говорится...